Добрый день, друзья! Спасибо вам за активность под нашими прошлыми роликами, спасибо за поддержку Хабаровска, спасибо за поддержку всех людей, кто вышел выразить, высказать свое мнение, свою позицию, кто вышел за наше общее будущее, за будущее себя, своих детей, своего народа и общества в целом. Друзья, вы молодцы большие, мы снова передаем вам привет, выражаем поддержку сегодня в Хабаровске. Снова продолжаются акции, шествия, митинги. И, друзья, продолжим важную тему, которую начали на прошлом ролике, тоже пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Продолжим, важнейший вопрос, почему Москва-то не выходит, где московские мощные протесты? И это не совсем верно, потому что в Москве люди тоже выходят, тоже выходят отставить свои права. Вот, например, дольщики. Посмотрите, довольно недавняя акция, я все их акции стараюсь освещать, у нас на канале уже довольно много видео по этой теме, на этой неделе они выходили, они перед мэрией собрались, толпа не самая маленькая, ну и не сказать, что большая, говорят, Собянин, выходи. Собянину, конечно, наплевать, потому что они выходят регулярно, ни к чему это не приходит. Это вот еще осенью они выходили, тоже место, митинг фактически проводят, выступают, высказываются, записывают видеообращения. Это не помогает. Нет терпения. В 2013 году мы в ВДВ отвезли свои деньги. И где? Где? Вот мы ходим. Сил нету. Мы на пределе просто. Вот я вам честно. Мы были на Красной площади. Если надо, мы в Кремль пойдем. У нас уже не остановили. Мы будем ходить сюда каждый раз. Наша терпение лопнуло. Терпение лопнуло, нас не остановить, мы на пределе. Вот они, правда, на Красной площади. Знаете, вот с безоружными легче всего. У нас всегда годы, асфальт, правительство, президент, мэр, деньги наши. Если вы не можете выполнить свои обещания, уходите в отставку. Пусть придет другой человек, который выполнит эти обещания. А я инвалид второй группы, мне жизнь. Правильно, уважаемые властители, мэры, президенты, министры. Не можете выполнить свои обещания. Ну, либо уж не надо обещать, либо освободите помещение. Чего вы там сидите? Нацпроекты вот теперь они будут переносить. Еще на 10 лет позже они будут обещать, обещать, обещать. Уже по горло, по горло. Но вот люди, они выходят. С 2013 года тянется эта ситуация. Они уже несколько лет устраивают пикеты, устраивают шествия, устраивают митинги. Они чуть ли не дерутся с полицией. У них все время какие-то терки, задержания, проверки, аресты. И ничего не происходит. Конечно, если бы это акции, шествия, митинги были массовые, если бы в них участвовало не 100 человек, а 10 тысяч человек, а лучше 100 тысяч человек, то, конечно, эффект был бы совершенно другой. Совершенно другой. Почему же остальная Москва не поддерживает? Друзья, первое. То, о чем мы говорим из ролика в ролик. У нас большая часть населения страны аполитичная. Люди вообще не в курсе, что в стране происходит. Их это не интересует. Особенно в Москве. Помимо аполитичности. У этой аполитичности, собственно, есть очень явные такие причины. Вот, например, пока в Хабаровске митинги за свободу, за право определять жизнь на своей земле, на своей родине, на малой родине, да и в России в целом, возможность влиять на принятие решений, возможность участвовать в политике простых людей, возможность выбрать себе руководителя. В Москве выходят, лишь бы не трогали наши гендерные права, в защиту геев и лесбиянок, в защиту права менять свой пол. Вот, ребят, вот серьезно, из всего, что в стране происходит, они выбирают вот эту тему. Это не массовое мероприятие, это одиночный пикет. Это массовое мероприятие, это одиночный пикет. Это одиночный пикет. То есть эти ребята знают, что сейчас даже за одиночные пикеты будут проблемы, то, что тебя наверняка задержат. Их это не особо пугает. Они готовы, им важно выразить свое мнение, им важно показать борьбу. Но вот перед голосованием по поправкам они молчали. Это была недостаточно важная тема, чтобы пойти на риск. А вот когда трогают гендерные права, ну тут, конечно, тут нельзя молчать, надо выйти. То есть, что должен думать простой человек, работяга, не знаю, медсестра, учитель, который видит вот такую оппозицию? Конечно, у людей в глазах простого населения эта оппозиция дискредитирована полностью. С другой стороны, многие москвичи, конечно, запуганы. Все-таки именно в Москве был расстрелян Белый дом. Неизвестно, сколько там вообще было погибших, потому что цифры приводятся совершенно разные. От нескольких десятков до нескольких тысяч человек. То есть это все в Москве происходило. И москвичи знают, да, ты пойдешь, и ты можешь огрести очень серьезно. Многие семьи это помнят. У многих дальние родственники или знакомые пострадали в тех или иных событиях. На той же Болотной. Болотная, вот как Михаил Геннадьевич на нашей последней беседе вспоминал, то, что на Болотной-то были применены... Почему вышла огромная масса людей на площадь? Потому что, когда там был небольшой митинг, людей закидывали в милицейские машины, и там дубасили так, вплоть до инвалидности дубасили. Пыточные машины. И уже когда об этом город узнал, то люди вышли против этого беспредела. Так что в Москве люди аполитичны. Оппозиция у нас дискредитирована, ее словно бы нет. Люди запуганы, боятся задержаний, боятся дубинок, боятся избиений. Именно над этим работают средства массовой информации. Еще очень важный момент. То, что в Москве очень много людей живет, приезжих. Я не говорю сейчас про гастарбайтеров из Средней Азии. Дело не в этом. Если кто-то из вас, может быть ваши родственники, сдают в аренду квартиру, то вы знаете, что это большая проблема найти адекватных арендодателей. Потому что, когда человек живет в арендованной квартире, он все равно не будет относиться к ней как к своей. Там гораздо быстрее ломаются самые различные части. И мебель, и бытовая техника, и там окна, и пол. Все приходит в негодность гораздо быстрее. Потому что люди относятся к квартире как к чужой. Раз чужая, значит можно там меньше за ней ухаживать, мягко скажем. И здесь происходит то же самое. Люди приезжают в Москву, но они чувствуют себя здесь чужими. Они, если и пойдут на митинг, то они пойдут на митинг у себя в Воронеже, когда приедут туда в отпуск. Или в Костроме, в Чебоксарах, в других городах. Там они чувствуют себя вправе. Они чувствуют себя, это их земля. И они вправе потребовать, чтобы их права соблюдались. В Москве этого не происходит. В Москве очень большой процент людей, кто не чувствует себя вправе вообще выйти на площадь. А мы вообще приезжие. А нас еще из города выгонят. Ну и самое главное, друзья. То, что все это часто оказывается бестолку. Практически всегда это оказывается безрезультативные акции. Вот еще один пример, кроме дольщиков. Смотрите. Захватчики вернулись с армии здоровяков, чтобы уничтожить сквер Березовая аллея в Левобережном. Это один из районов Москва-Левобережная. Там был замечательный сквер. Березовая аллея назывался. Местные жители пытаются его отстоять уже полгода, больше чем полгода. Два месяца назад. Вот они снимали, что там происходило. Народ вышел на Березовую аллею в Москве. Понастроили, уничтожают наши районы. Это вот с того же места события. Березовая аллея в Москве безжалостно вырубается. Битва за аллею. Полиция впервые встала на сторону защитников Березовой аллеи. Это было неделю назад. Это вот видео два месяца назад. Это вот народ пытается спасти Березовую аллею. Это было пять месяцев назад. В общем, люди активны. Они выходят. Я тоже вам об этом рассказывал. Люди участвуют в собраниях, в акциях. Они собирают подписи. А результат... Той Березовой аллеи уже нет. Московские власти настолько хорошо финансируются, настолько тесно связаны с определенными видами бизнеса, особенно с бизнесом по недвижимости. Им совершенно наплевать, подавай на них в суд, обращайся в прокуратуру. Об людей вытирают ноги. Люди, они проявляют активность. И это ни к чему не хорошему не приводит. Не удается в Москве отстоять наши права. Не удается. Поэтому в разных точках города формируются такие очаги сопротивления. Есть, например, район Левобережное. И в этом районе формируется несколько сотен жителей, как активисты, которые уже знают, что да, такими способами нам отстоять права не удается. Возможно, стоит переходить к более решительным действиям. То есть у людей градус напряжения вырастает. Есть дольщики, есть недовольные экологии, там, строительство юго-восточной хорды поверх радиоактивного могильника. Есть вырубка скверов, есть, но это отдельные точки. Вот если эти ручейки сольются в единую реку, в единый поток, если эти маленькие искорки объединятся, будет серьезный пожар, тогда мы можем увидеть в Москве серьезный митинг. Но пока что повода нет. Повода нет. Вот в Хабаровском крае, еще раз, власть сама организовала это. В Москве пока что такого повода не было. Вот почему Москва вяло прореагировала на пенсионную реформу, а Москва сытый город. У многих пенсионеров есть возможность сдавать недвижимость в аренду. В плане пенсии помогают собянинские надбавки. У нас здесь работают нормально поликлиники, довольно нормально, школы, служба социальной защиты принесут вам волонтеры на дом продуктиков. Всякое есть. Это Москва. Это власть специально делает, чтобы люди оставались дома, чтобы у людей было больше социального жарка, чтобы они меньше нервничали, чтобы, не дай бог, не случилось митингов, протестов, другой активности. Вот такие причины, друзья. Поэтому первое действие, то, чем нужно заниматься, это как можно больше просвещать людей. Что вы об этом думаете? Напишите в комментариях. Вот в вашем регионе, откуда бы вы ни были, пишите, например, Рязань, Калуга, Кострома. В вашем регионе какой повод реально может вывести людей на улицу? Реально. Не виртуально, а реально. Очень интересно почитать. Потому что в Москве мне даже сложно представить, какой конкретный повод может это сделать. У нас много недовольных, но пока что все сидят по домам. Даже на законные акции протеста люди идут неохотно. Как у вас в регионе с этим обстоят дела? Пишите, высказывайтесь. До новых встреч. Нам надо держаться вместе. Только вместе мы сила. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. Спасибо за просмотр. Пока.